Кольцевой маршрут в Грозном оказался серьезным испытанием на прочность грузовиков и нервов участников ролей рейда «Шелковый путь». Спецучасток и звилистые бездорожья, где особо не разгонишься. В грузовом зачете под силу это оказалось только синий армадин. Средняя скорость экипажа «Камаз-Мастер» составила более 70 км в час. Мы стартовали в обратную сторону, на вчерашнем спецучастке. Вначале были следы, нужно было следить за курсами, обязательно за развилками. Была та самая бугристая дорога, было сложно ехать, в том числе из-за жары, потому что очень жарко, в кабине до плюс 50, до 60 температура достигает. И не только слишком высокая температура была сложностью. Участникам «Шелкового пути» пришлось бороться и с природными ловушками. На одной яме глубокой почувствовали, что удар был сильный. И получилось так, что мы оборвали амортизатор задний, что за собой потянуло следующее последствие. Мы потеряли тормоза, подзастряли, пришлось остановиться, выехать, открутить остатки, которые уже начали повреждения, тормозные шланги начали обрывать. По результатам пятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» лучший результат показал экипаж Эдуарда Николаева. На втором месте расположился Андрей Коргинов, Узабыкая тройку, Дмитрий Сотников. Эльмира Гайнудинова, Новости Челнэй ТВ.